Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Деревенский дневник очень многодетной мамы, ну или мать-героиня. Ребят, я вот не понимаю, у нас у Лёльки очередной хайп или она действительно беременна? Вот знаете, я, посмотрев её видеоролик, ну я всегда говорила, что когда я смотрю Лёлю, да, где у неё такие моменты, где она рыдает, меня прям само почему-то пробирает, да. Опять, знаете, вот и повелась, повелась, и мне опять стало её жалко, да. Но опять же тут включаешь мозг и понимаешь, что у Лёли, правда, бывает крайне редко, а в последнее время в видеороликах её практически нет. Ребят, ну допустим, да, допустим, она беременна, да, если это не враньё, то как? Если уже было столько беременностей, было столько родов, она не могла, да, понять, что она действительно беременна. Ну, неужели нельзя было сделать там тест на таких вот крайних сроках, когда она уже чувствовала, что её там подташнивают, что ей там плоховато, и она всё это сбрасывала, да, на недомогание по поводу там её желудка, да, или поджелудочной. И поэтому, знаете, вот тут опять же куча вопросов, как не знала. Если действительно она беременна, да. Ну и, конечно же, Лёлькины хомяки мне тоже могут понаписать, да как так, да такую тему ты затрагиваешь, и якобы как можно. И действительно, ребят, как можно, как можно, если это правда. Но, ребят, мы с вами уже давно знаем, и пора включать мозг, что у Лёли не бывает правды. И это уже давно. И ей отыграть роль несчастной – это, слушайте, как два раза плюнуть просто. Поэтому, ну, верить ей – это просто не уважать себя. Хотя я не исключаю, что возможно. Но, опять же, ребят, опять же, как возможно, когда уже столько было родов и столько беременностей. Да, она говорит, вот, Сашка тоже узнал об этой печальной новости. У него якобы нет детей, и я ему не смогла подарить. То есть, значит, это планировалось, если действительно беременна. Значит, это планировалось, и всё она знала. Но так вот вышло, потому что Лёля у нас хотела отдыхать, да, попёрлась. Неведомо куда, неведомо зачем, чтобы выгулять Саньку своего или порешать его какие-то проблемы. Поэтому, ну, знаете, тут такое дело, что должно быть доверие блогеру, доверие как человеку, да. А у нас нет ни доверия, ни понимания этого человека, потому что одно сплошное враньё кругом. И, ребят, если это хайп с её стороны, то это очень жёсткий и жестокий хайп по отношению к самой себе. Потому что, ребят, вот вспомните, да, её стримы, её название роликов. И вот она везде, везде пыталась показать, что она беременная, ждёт она пополнения. И неважно, в хозяйстве это пополнение или у Лёльки пополнение. Потому что на превью постоянно Лёля была в этот момент, да, с выпученным животом. То ли в действительности старинные фотографии, где она беременная. И, знаете, вот я поэтому не удивлюсь. Не удивлюсь, если действительно это правда. Действительно она потеряла ребёнка. Но если это правда, я опять же хочу сказать, что это её запланированный ребёнок. Потому что вот так вот сказать, что у Сашки нет детей, да, и я не смогла подарить ему ребёнка. Это лишь и говорит о том, что они хотели, они планировали. И не было там никакой, как она говорит, гормональной защиты. Хотя, опять же, не исключаю, с защитой всё тоже может случаться. Вот. И поэтому, ребят, тут не знаю, что говорить. Какую операцию она ждёт и что там у неё будет. Но, знаете, ещё такие моменты, что приедет наша Лёля, скажет, что всё в порядке. Я беременна, всё там пересмотрели, всё лучше рассмотрели. Никакой операции не нужно. И всё, ребят, всё. Будут все поздравлять, все будут жалеть, да, искренне жалеть. Не будут писать, да, как всегда. Ой, зачем тебе куча детей? Может быть, у неё такой, слушайте, ход конём, да. Да, через то, что, ой, срочно нужна операция. Срочно нужно чистить, да, замёрзшую беременность. Поэтому у неё такой ход. И это именно только для того, чтобы её пожалели. Ну, больше я не знаю. Если это, опять же, ребят, в действительности правда. Но Лёле верить, опять же, ребят, просто себя не уважать. Она уже привыкла. Привыкла жить в постоянном вранье. Просто бесконечно врать. И не знать, что она беременна. Ну, извините. Да, она плачет, рыдает, что якобы это жизнь. Но ты же только сама узнала. Как ты можешь уже прям в такую панику бросаться? Да, конечно, не исключаю, если это запланировано. Если уже знала, если уже радовалась. И, возможно, и поехала, да, в эту поездку. Чтобы якобы отдохнуть и порадоваться, как в романтическое путешествие, да, с Саньком. Ну, может быть, и по его делам. Если же, опять же, это правда. В общем, ребят, мне интересно ваше мнение. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Потому что я говорю, что изначально у меня такие эмоции, да, были. И мне жалко ее. Как всегда, да, когда Леля начинает рыдать, у меня тоже внутри что-то переворачивается. Мне становится ее жалко. Но вот включаю мозг, включаю мозг и начинаю понимать, что у Лели обычно все вранье. Этот постоянный хайп. И, видимо, ну, просмотров мало. Никто уже не интересуется. Деньги не шлет. И что-то нужно придумывать, чтобы хайпануть. Но, извините, если это действительно хайп на такой теме, то это очень жесткий хайп, ребят. Но, вы знаете, Леля, мне кажется, не остановится ни перед чем. Ребят, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, я хочу напомнить, что это лично мое мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok